Украине нужно возрождать промышленность и заботиться о подготовке специалистов. Так считает лидер оппозиционного блока. Сегодня Юрий Бойков встретился с работниками предприятия «Механик» в Каменец-Подольском. О чем говорили с сотрудниками завода и что их волнует, подробнее в материале. Небольшое предприятие «Механик» на окраине Каменец-Подольского. Это уникальный в своем роде цех по производству деревообрабатывающих инструментов. Здесь также выпускают запчасти для авиации и оборонительного вооружения. Работают профессионалы. Чтобы выховывать нормального инструментальщика, чтобы он стал профессионалом в своей справе. Мало того, что он должен любить свою справу и на это будет потратить более 10 лет. Вы понимаете. То есть это не поехал в Польшу, не сел за баранку. Но уже через год второй работа здесь будет некому, говорят, на предприятии. Не хватает квалифицированных кадров. В основном производством занимаются люди преклонного возраста. Молодежи нет. Как быть дальше и не исчезнет ли предприятие в ближайшее время? Своими проблемами сотрудники поделились с лидером оппозиционного блока Юрием Бойко. Работающий пенсионер, можно поднять руки? Вот кто на пенсии работает? 80%. Молодежь, если раньше было так, что приходило 10 молодых людей, оставалось трое, потом один. А сейчас вообще никто не приходит. Более того, предприятию не хватает рынков сбыта. Рассказывают, раньше товары экспортировали в основном в Россию. Сейчас заказов меньше. Назовите ваше видение рынков для Украины. Лично вами. Какие рынки сбыта? Мир не придумал других рецептов для поддержки собственного производителя. Как, первое, снижение налогов для производителя, снижение тарифов, создание государственных программ целевых и выделение драйверов или локомотивов экономики. И, естественно, защита собственного рынка. Не стесняясь, люди один за другим задавали волнующие каждого вопросы. Повышение цен на продукты, заоблачные коммунальные тарифы, избирательное законодательство. Говорили и о ситуации на Донбассе. Юрий Бойко делится планами. Мы настоим, чтобы были введены немедленно миротворцы на линию разграничения. Дальше мы идем по Минским соглашениям. Принимаем закон об особом статусе на три года для восстановления инфраструктуры. Отводится вооружение. Закон об амнистии для тех, кто не убивал, а просто оказался на этой территории. И дальше проведение выборов для того, чтобы избрать там власть, которая уже будет легитимна. В Каменец-Подольском Юрий Бойко также посетил кафедральный собор Александра Невского. И вместе с прихожанами помолился о мире и процветании Украины. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Хмельницкая область.